привет в сегодняшнем видео я хотел бы затронуть тему поднятия рейтинга в глазах людей за счет успеха других в одном из последних видео я уже произносил такую фразу что некоторые люди пытаются поднять свой рейтинг в глазах своих учеников спортсменов или окружающих за счет того успеха к которому пришли совершенно другие люди сегодня я хотел бы немножечко более подробно коснуться расшифровки этой фразы и для примера я вам приведу кое-что новое в том видео я говорил про одного винчуниста который прикрывается именем основателя европейской организации винчун господина керншпехта якобы тот говорил это говорил это 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 когда на самом деле я предоставил ему доказательства того что господин керншпехт сказал конкретно по теме допустим прямого удара кулаком этот человек опять куда-то слился исчез скажем так так вот кто к тому человеку и возвращаться больше не буду я сейчас вам расскажу один пример если вы знаете если вы хорошо следите за выкладками у меня на канале со мной на фирме работает четырехкратный чемпион европы по муай тай чемпион бывший чемпион мира по муай тай леандр беннегер это мой коллега по работе 20 апреля он будет выступать это как бы вот маленький такой анонс он будет выступать в нюрнберге будет поединок и он уверен в том что он вернет себе пояс чемпиона мира ну что ж будем за него болеть так вот вчера буквально вот вчера я с этим коллегой разговаривал и по одной теме один из наших товарищей тоже коллега по работе хвастался очень сильно хвастался что да вот посмотри я свободно ему блин могу показать один трюк и он против этого трюка ничего не может сделать какой же это трюк а прижать его большой палец так что не сможет двинуться я говорю то есть что ты имеешь ввиду он как ну давай вот давай мы с тобой поздороваемся ну давай здороваемся хватаем друг друга за руки он перехватывает мою руку и своим большим пальцем вот так вот нажимает мне на большой палец и выворачивает его обратно что делаю я я просто напросто прекращаю оказывать ему сопротивление и мой палец закладывается сюда на кисть игры ну и что тут такого а попробуй говорит верни палец обратно рынок для того чтобы вернуть палец обратно нужно быть абсолютно глупым человеком физиологии и она и анатомии потому что наружные мышцы на руках на пальцах они довольно тонкие и очень слабые вся их работа вся их функционально сводится к тому чтобы разгибать кисть руки но не сжимать сжимают вот у нас внутренние мышцы но так как эти мышцы у нас я уже сказал сильны только вместе одиночка не слабые то естественно оказанное давление большой палец противовес оказать уже не может и и вот этот коллега обрадовался хвастался довольно громко говорил что мол типа вот единственное против чего он не может устоять это вот когда я с ним здороваюсь и перехватываю руку ну ладно бог с тобой подумаешь и я спросил потом этого лео мы вышли на кухню взять себе кофе я его спрашиваю послушай говорю хочет я покажу как бы не контратаку а противовес тому трюку который он проводил с твоим пальцем но лео мне говорит знаешь мне в принципе говорит все равно мне доказывать никому ничего не надо я уже давным давно все доказал на ринге а те люди которые пытаются доказать мне что они хоть в чем-то сильнее меня но ради бога пусть пытаются доказать в общем я показал ему я этому лео показал как просто-напросто освободить свою ладонь из этого захвата нет под захватом под давлением большой палец остается но вы разжимаете свою ладонь и перехватываете вашего противника за кисть за его большой палец и выворачиваете ему обратно и вот лево когда посмотрел это действительно этого ягод действительно не знал но следующий раз если вдруг у нас дойдет до вот этих вот шутейных разборок я ему это продемонстрирую и фью момент слейтер довольно часто особенно в последний год стали появляться действительно люди на канале у меня на канале в частности оставляющие комментарии под различными видео и пишущие о том что да я бывший кмс по боксу да я бывший кмс по самбо да я бывший то бывший сё вы знаете я буквально вот на днях встречался с одним товарищем из казахстана и вот он когда я ему вот это вот сказал вот эту вот историю типа бывший кмс по боксу пытался мне доказать что я что-то не так делаю какую-то там тренировку или допустим то упражнение он мне сразу сказал как это бывший бывших не бывает ты или есть или тебя нет я говорю в том то и дело когда люди пытаются опять же привлечь к себе внимание они как интернет как бумага он терпит все там в интернете можно ляпнуть все что угодно как раньше была передача ОСП студия и там как то там был маленький такой сериальчик 33 квадратных метра и там как то по моему дед сказал классную фразу пять минут позора обеспеченная старость так вот эти вот люди которые пытаются позориться в интернете считают что пускай оно себя опозорит но оно привлечет к себе внимание того человека к которому он обратился вы знаете я стараюсь у себя на канале людям отвечать в их манере общения если к примеру мне кто-то говорит что я неправильно делаю жим штанги лежа мол типа я не так ставлю выдвигаю руки я не так ну хорошо я просто написал одному человеку хорошо я учту это на будущее спасибо тут же появился другой человек который заткнул вот этого вот человека автора этого комментария тем что дорогуша говорит это так как ты говоришь делают только пауэрлифтеры и качки для того чтобы нагнать объем в мышцах но не более того а само упражнение делается именно так как показано на экране тот человек сказал уже более менее если бы это я сказал он бы начал со мной спорить но когда появился другой комментатор и высказал свою точку зрения противную от той которую высказывал первый комментатор он сказал что ну нам так тренер говорил я то я то не знаю нам тренер так говорил то есть когда людям кто-то что-то говорит или они сами придумывают какую-то ерунду и говорят что это стопроцентная правда и это нужно принимать безоговорочно за истину они считают что они в этом правы но когда не ты как автор канала как автор видеоролика вступаешь с ними в спор а вступает такой же как они человек действительно знающий эту тему они начинают сдавать на попятную так же как вот опять я возвращаюсь к этому человеку из Хальброна венчунисту который когда-то пытался вызвать меня на поединок устроить со мной спарринг и доказать мне что венчун это круто карате это ничто когда я предложил ему ну хорошо давай смотри у меня тренировки проходят каждый вторник каждый четверг с половины седьмого до восьми вечера говори в какой день ты можешь приехать я в этот день отменяю тренировку предоставляю зал для тебя ты разминаешься потом мы с тобой проводим спарринг записываем его на обе камеры с твоей стороны с моей стороны ты дерешься со мной по правилам венчун я дерусь с тобой по правилам карате кюкашинкай или годзюрю как мне будет угодно и потом мы закончим наш спор по теме прямого удара кулаком этот человек когда понял он испугался просто испугался по другому это никак не назовешь он испугался так что он два года вообще не появлялся в интернете на канале у себя на канале даже ничего не выкладывал а теперь он вдруг опять появился и начал мне доказывать все то же самое старое что когда-то шесть лет назад семь лет назад мне пытался доказать что я лох педальный и не знаю как допустим бить прямой удар кулаком и когда он сказал опять же я обращаюсь к своему старому видео с ответом основателя европейской организации венчун когда он сказал что да вот приведите мне блин пример приведите мне ответ керншпехта где он говорит что руку разжимать до конца нельзя тогда я перестану называть вас дебилами идиотами и дураками в тот же вечер я просто напросто взял и написал основателю это и вт о вопрос как нужно правильно бить и он мне дал ответ по четырем пунктам естественно в этом этот ответ я потом выложил у себя в этом видео на канале где и указал вот этому человеку на то что это ответил мне сам основатель европейской федерации вернее европейской организации венчун этот же человек после того когда прочитал этот ответ начал пытаться доказать что это говорил не керншпехт это написал лично я сам потому что если бы керншпехт это сказал то он бы подписался чуть ли не не знаю чуть ли не авторучкой в интернете это одно потом если бы это был керншпехт то он бы такого не сказал ну вот как объяснить человеку что он извините за выражение недалекий он сам себя вот как по-немецки он сам себя выставляет на посмешище если ты задал мне вопрос если ты поставил меня перед условием докажи что этот человек делал так ты так я связываюсь с этим человеком этот человек дает мне ответ я передаю этот ответ тебе что тебе еще надо чтобы этот человек лично вышел с тобой на связь а кто ты такой чтобы этот человек выходил лично с тобой на связь кто ты такой Вот у меня просто вопрос Опять-таки, это человек, который Тот, который рыпался против меня и против других Обзывая нас идиотами, дебилами, дураками Этот человек просто-напросто в жизни в своей не добился ничего Но! За счет громкого имени других людей С мировым именем За счет успеха других людей Которые действительно построили себе Не только спортивную карьеру, но и трудовую карьеру Он пытается подняться в первую очередь В своем самосознании Поднять свое эго А потом уже доказать своим, допустим, подписчикам Что вот какой он крутой Он втоптал в грязь Допустим, международный бранч по карате Задав ему такой-то вопрос А этот бранч слился Я никуда не сливался Я сделал, как он и просил Но получилось, что слился вот этот человек И я просто-напросто не хочу тысячу раз повторяться Я сейчас просто закончу уже вот это видео снимать Я... ну да, получилось немножко долго Но это такая тема, нудная, нудная тема И мне некоторые люди, которые со мной встречаются Говорят, что перестань обращать внимание на таких идиотов Я не спорю Я не спорю Во-первых, ну я не могу назвать этого человека идиотом Потому что хоть как-то он чем-то занимается, да Но то, как он себя ведет Да, действительно, это не отдает Не дает ему плюса Не показывает его культурного развития Ну и естественно Не дает ему права Называть других людей баранами, идиотами или дебилами Только потому, что этот человек сам не хочет верить в то, что ему говорят А когда ему говорят правду, его это просто начинает бесить Вот и все В общем, ребята Такое получилось видео Вы уж не обессудьте Многие люди, которые встречали меня лично Которые со мной знакомы и подписаны на мой канал Они могут вам подтвердить, что я не обманываю вас Я говорю правду И буквально сегодня Два человека Один из Казахстана, другой из Украины Сегодня буквально мы с ними познакомились Эти люди подписали Спросил, сидят ли они на ютубе Не хотели бы они подписаться на канал Сегодня они подписались на мой канал И вот если что Если они вдруг появятся под этим видео Ребята, у меня к вам просьба Просто-напросто Выскажите вашу точку зрения Действительно ли я лох педальный Как вот этот вот человек утверждал Или Ну не знаю Вот просто кто я на ваш взгляд Ладно А всем остальным не забудьте подписаться на этот канал Поделиться видео с друзьями Оставить лайк, свой адекватный комментарий Можете задавать вопросы Как говорится Задавать вопросы можно Какие угодно На любую тему Но это не значит Что вы получите на все эти вопросы-ответы Всем удачи Пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok